Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что значит быть патриотом? Как на деле должна проявляться любовь к родине? И нужно ли специально воспитывать чувство патриотизма? Мы об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель директора по научной работе школы номер 132 Оксана Скачкова и руководитель проекта Азбука Патриота Александр Искрин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. И такие вопросы я адресую телезрителям. Любите ли вы лично нашу родину и как нужно воспитывать это чувство? Что такое любовь к родине и как она должна проявляться на деле? Звоните, мы ждем ваших звонков. Здравствуйте, Оксана Арнольдовна, Александр Сергеевич. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что в последнее время интерес вот к этой теме патриотизма и градус, так скажем, повысился? Давайте попробую ответить. По ощущениям по вашим. Да, действительно, на территории города и области Самарской нашей, да, очень много кто занимается патриотизмом, но ни разу не было такого, чтобы люди попытались сказать, что же действительно такое, посчитать патриотов. Да, мы сделали такой проект, который называется «Азбука патриота». Чтобы посчитать патриотов? Вот так сказать, посчитать патриотов, мне сразу... Не посчитать, а посчитать, что же такое патриотизм, сказать. То есть на каждую букву мы делали какое-то патриотическое либо высказывание, либо патриотическую какую-то личность, да, которая занималась тем, чем мы можем гордиться сегодня. Вот. И также на базе школ, где реализовывался наш проект, мы задавали вопросы детям. Например, говорили какую-то букву, и дети отвечали. Действительно, ни одной буквы не осталось незамеченной, и дети очень активно принимали участие. Вот у нас даже есть фотографии, где вы в школе с детьми общаетесь как раз на эту тему, да? Да, да, конечно. Вообще это проект масштаба области и города, да? К сожалению, пока только города, вот. Но сейчас мы уже подаем заявку на областной уровень, вот. И делаем более массово, чтобы захватить не только городские школы, но и также школы области. Понятно. Скажите, пожалуйста, Оксана Арнольдовна, вот вообще к теме патриотизма такое двоякое, двойственное отношение. Вы это чувствуете? И почему такое происходит? Ну, мне кажется, просто сегодня общество еще не совсем правильно понимает, что такой патриотизм. Очень долго нас сначала учили любить Родину, потом как бы мы ее должны были поменять, да, в какой-то момент. И сегодня, мне кажется, просто двойственное отношение, наверное, у тех, кто оказался как раз, вот, наверное, вот мое поколение. Когда мы оказались вот на таком перепутье, мы не понимали, да, что нам надо, какую Родину любить, какие у нас ценности. То есть это, мне кажется, это вот как раз процесс был переходного периода. А заставить, наверное, все равно заставить любить Родину, вот на мой взгляд, я могу сказать, это сложно. Или это есть чувство, или нет. Но вообще, на ваш взгляд, вот такая работа по патриотизму, вообще по патриотическому воспитанию, она должна проводиться в школах, образовательных учреждениях? Или нет? Или это такое чувство, которое само по себе вот появляется, там, из семьи, от знакомых, от бабушки с дедушкой и так далее? Ну, вы знаете, наверное, ни одно чувство, ни одна привычка просто так не возникает, все нужно воспитывать. Да, Жан-Жак Руссо говорил, что в детях нужно развивать все, что в них как бы заложено хорошего, и потихоньку, ну, гасить недостатки. Да, то есть вот такая была теория естественного воспитания, наверное, можно здесь согласиться с Жан-Жаком Руссо. Наверное, чувство патриотизма есть в той или иной мере у каждого из нас, как и любое другое чувство. Но мне кажется, если его не воспитывать, мы же ведь все умеем говорить изначально. Но если человеку не научить говорить красиво и правильно, он будет говорить, он будет косноязычным. То же самое и с патриотизмом. Наверное, в какой-то мере человек будет там любить свою родину, свой дом, свой город. Но если ему это не направить в нужное русло, наверное, он не сможет понять, действительно не сможет в полной мере ощутить вот это чувство, эту любовь. А вообще такая вот интересная получается ситуация, говорить о любви к чему-либо там вот как-то мы не можем, мы не можем, мы никто не говорит. Я так люблю свою родину, я так люблю там нашу страну. И даже когда люди это произносят, чувствуется какой-то пафос и какое-то отторжение, да, потому что это у нас не принято. Вообще, как культурно, правильно об этом нужно говорить, нужно ли об этом говорить? И еще такой вопрос, как на деле выражать вот это вот свое чувство, эту любовь к родине? Вот вы этому учите, согласно вашему проекту? Конечно, я считаю, что, во-первых, нужно к такому воспитанию патриотическому подходить очень тонко, чтобы не переиграть, да, чтобы это не выросло в какой-то экстремизм, например. Да, но на самом деле, любить нужно свою родину так, чтобы не касалось это других каких-то государств, народов. Вот, конечно, мы воспитываем, показываем поступки людей, которыми стоит гордиться, да, наших ученых, героев или просто поступки какие-то мелкие, но даже не, ну, в рамках своей повседневной жизни. То есть должна быть база, да, вот на чем мы все можем вот основывать свою любовь, там? Конечно, конечно. И вот какая это и база, чем это может быть, что это может быть? Ну, все это должно исходить из семьи, а мы в образовательных учреждениях можем только подкреплять это, больше усилить, больше рассказать, может быть. То есть очень много детей, которые не знают, например, своих родственников или стесняются даже сказать. То есть задаешь вопрос в школе, все молчат, редко кто, одна-две руки, а начинаешь конкретно спрашивать, вот показывать рукой, а ты, а ты, и действительно начинается уже разговор, начинают вспоминать действительно то, что есть это. Действительно есть родственники, о которых надо говорить, о которых не нужно стесняться. Да, вот то, что близко к нам, это тоже родина, да, вот пусть маленькая, даже вот и семья имеет отношение прямое к теме родины, да, вот дом. Дом, да, с чего начинается родина. Вот раньше было вот такое, да, вот массированное, так скажем, патриотическое воспитание, и вот для меня всегда загадка, вот говорят, что лихие 90-е, все это ушло, тогда получается, так нас воспитывали вот в духе патриотизма, а почему же это все обнулилось-то в 90-е, если все это было так хорошо и правильно? И как сейчас нужно с современной молодежью работать, чтобы вот люди действительно понимали, гордились, может быть, своей родиной, ну, может, не в таком вот высоком смысле гордились, а вот чувствовали, что... Вот, наверное, по поводу обнулились, я могу сказать, мы сегодня как раз со студентами на лекции это обсуждали, мы говорили о публицистике как раз в 90-х годах, и я говорю, что вот это был такой период, когда действительно просто поменялись ценности. Ценности поменялись, то есть сначала мы понимали, то есть где черное, где белое, где правое, где левое, а потом нам просто сказали, что все, во что мы верили, было неправильно, давайте все менять. И вот как раз в 90-е годы, это был 90-е, 2000-е, это был период, когда все стерли аккуратненько, и люди поняли, что любить-то нам нечего, ценить-то нам нечего, потому что и тут все плохо, и там все плохо, и вообще все спорно. Вот, и, наверное, это очень хорошо, что сегодня в школы возвращается это патриотическое воспитание, просто я смотрю, какая масса различных мероприятий проводится и в нашей школе, и по городу, и в какой массе мероприятий наши дети участвуют. И самое главное, знаете, меня, что всегда поражает, что дети наши во всем этом участвуют действительно искренне, с горящими глазами, то есть нет такого, что вот ты, ты, ты идешь обязательно, и ты должен это сделать. Нет, для детей это действительно становится частью их жизни. Это вот действительно никакой лжи, то есть дети, они все равно, они не умеют врать так, как умеют врать взрослые, они еще этому не научились. К счастью, и дай бог, чтобы не научились в будущем, потому что все равно вот ребенок, он более близок к природе, более близок к такому, к искренним чувствам. И дети действительно, я вот смотрю, у нас дети, когда участвуют в каких-то мероприятиях, у нас, например, в школе проводится очень интересное мероприятие. Алексей Арсеньевич, наш Чеботарский, он педагог, организатор ОБЖ, проводит военно-патриотический фестиваль каждый год, приуроченный к 23 февраля. И с 2003 года у нас военно-патриотическое объединение в школе существует, пост номер один, а с 1979 года у нас дети вообще стоят на этом посту номер один каждый год. И я просто смотрю, как к этому относятся дети. Для них это действительно очень важно, очень почетно. Когда у нас старшие классы готовят, вот этот наш фестиваль, военно-патриотический праздник каждый год, то есть это действительно, у них горят глаза, они там выбирают песни, у них смотр военной песни, смотр строя. И причем вот как это вот, да, и как это все, и они так серьезно, они говорят, ой, ну нам же надо, вот мы сейчас не можем задержаться, нам надо идти на репетицию, нам надо тренироваться, что у нас смотр. И как классные руководители стоят, переживают, то есть действительно они в этом, они в этом живут, они в этом гармоничные. И, наверное, это тоже хорошо, потому что они знают военные песни, потому что они знают эту культуру. Но никто не отрицает, что историю своей страны, песни, культуру должны все знать. И вот эти вот мероприятия, особая ответственность, мне кажется, потому что они не должны быть ни скучными, ни нудными, ни пафосными. Вот как, Александр Сергеевич, вы все это организуете, потому что мы посмотрели две фотографии, и вы стоите в классе, и в виде лекции кажется, что это преподносит. И это с одной стороны, вот я подумала, так это же оттолкнет детей, вот стоит опять очередной учитель, и опять рассказывает про любовь к родине. Да, я с вами полностью согласен. И перед началом мероприятия, когда дети еще только собираются, когда только садятся, я прошу их не чувствовать себя как на лекции, не прошу их называть себя на «вы», вот, то есть все общаются со мной на «ты», и говорю то, что у нас сегодня не лекция, у нас сегодня не урок, и я перед вами не учитель, я как старший товарищ просто проведу беседу, мы проведем беседу, мы будем участвовать сегодня не в уроке, мы участвовать будем на такой патриотической беседе. Вот, и дети очень сначала чувствуют, конечно, напряженность какую-то, но потом она уходит, начинают уже без поднимания рук там, да, что-то высказывать, что-то говорить, принимать участие. Да, не сразу, там уже к середине урока, когда немножко почувствуют. И что очень замечательно, и мне понравилось это, то, что нарушений дисциплин нет. То есть на уроке, наверное, я просто по себе из школьных лет помню, да, что на уроке хочется что-то там побаловаться, покрутиться, а здесь нет, дети действительно слушают, дети действительно принимают участие и разговаривают, конечно. — Скажите, пожалуйста, а вот вы как, почему к этой теме обратились, вот лично вас что-то задело, за живое, да, что вы стали, а, патриотом, б, стали заниматься патриотическим воспитанием? — Отвечу, ну, во-первых, у меня мой дед, герой Советского Союза, летчик, служил под началами Покрышкина, наверное, все знают эту фамилию, да, вот, учился в одной школе с Моресьевым, вот, и выращенный на этих книгах, выращенный на этой истории, на фотографиях, где мой отец, там, в кителе деда с медалями, конечно, это не могло пройти просто так, не оставить никакого следа, вот, плюс постоянное посещение музеев, и вообще, в принципе, я считаю, что главное вот сейчас, именно вот это поколение подрастающее, да, 9-й, 11-й классы, именно здесь, в этом поколении нужно проводить такие мероприятия. — Именно 9-й, 11-й классы, а почему вы выбрали вот эти классы? — Объясню, объясню. — Потому что надо пораньше, наверное, начинать с патриотической. — Воспитание, наверное, никогда не поздно, да, всегда мы учимся, но почему именно вот этот возраст? Я считаю, что они немножко, поколение прервалось, то есть ветераны уходят, здесь 90-е годы, да, как мы уже обсудили, немножко прервалось эта связь поколений, но я считаю, что недопустимо, нельзя взять и оборвать эту связь, тогда что, мы будем иванами, не помнящими родства, но тем более на фоне всех вот этих вот информационных воздействий различных, да, я считаю, что это наиболее актуально, когда дети начинают читать новости, когда они начинают в чем-то разбираться, указать правильный вектор, направить. — Скажите, пожалуйста, вот в наше напряженное время, как вам кажется, когда люди становятся более такими сплоченными и относиться с такой ответственностью к стране, к тому, что происходит, когда в стране все плохо, есть угроза, тревога какая-то, либо когда все хорошо, жизнь хороша, все хорошо, и люди любят свою родину. — Но патриот — это не тот, кто любит свою родину, когда в ней все хорошо, а патриот, наверное, это тот, кто не уходит со своей земли, когда на ней все плохо, да? — Вот, да, очень важно. — Я считаю, вот так вот. И поддерживать эту страну любыми силами, математик ты или солдат, мы просто обязаны. — Понятно. К нам поступают первые вопросы от телезрителей, начнем отвечать. Вопрос Александру. Как давно вы работаете по теме патриотизма? Артем. — По теме патриотизма работаем с прошлого года. Начинали работать в вузах по теме «Экстремизму нет». И в этом году вышли вот на азбуку патриота. Заканчивать не собираемся. — Вообще вот второй раз прозвучало слово «Экстремизм». Я хотела бы вот поподробнее об этом расспросить. Почему вот вы так застряете? Вот патриотизм и экстремизм. Где вот взаимосвязь между этими понятиями? Почему вот вы рядом их, ну не рядом ставите, а вот одно без другого не обходится? — Я считаю, что они находятся на тонкой грани между собой. Как я уже говорил, нельзя пересечь ту черту, нельзя пересечь того момента и допустить, тем более среди школьников, чтобы любовь вот переросла. Переросла в этот экстремизм. Ни в коем случае. — То есть нужно быть толерантным, да? Вот все мы люди, у всех есть своя родина, свои страны, где они проживают, и не нужно вот эту грани переступать. — Конечно, конечно. Ну, любовь должна не нарушать, любовь к своей стране не должна нарушать чьих-то других свобод. Конечно, мы не можем забывать о уважении к другим странам, к другим народам. Это в первую очередь. Но я считаю, что достаточно близкие темы, и также на мероприятиях на своих я об этом тоже очень заострял внимание. — Понятно. Скажите, пожалуйста, в школах как выстроена вот эта работа? Вот вы сказали, что там мероприятия проводятся, дети с горящими глазами. А вот что это за мероприятие? Есть целая система, методика разработана вот по теме патриотизма? Или это вот от случаев к случаю, от раза к разу? — Нет, нет. Дело в том, что это целая система. То есть действительно, это часть воспитательного процесса, который также реализуется в школе. То есть у нас дети, наверное, с первого класса понимают, начинают воспринимать вот это понятие патриотизма. Это и уроки, например, устного народного творчества у нас в программе дополнительно стоят уроки устного народного творчества в начальной школе. Это потрясающе. Просто я когда сама пришла работать в эту школу еще методистом, я помню, я увидела уникально, у нас есть свой учебник, у нас учителя издали свой учебник. Вот мы в этом году их хотим обновить по устному народному творчеству для начальной школы. То есть они изучают традиции своего народа, знакомятся с традициями других народов. С этого начинается прежде всего. Затем у нас очень хорошие праздники для начальной, опять же, школы, начиная уже. Это осенины праздник, всегда яркий, всегда хороший. У нас Лидия Ивановна Шошкина занимается этим, тоже заводчик по научной работе, второй заводчик по научной работе. Она очень серьезно этим всегда праздниками занимается. Это всегда яркие театрализованные представления. Масленица обязательно у нас отмечается и всегда тоже с блинами в школьном дворе и приходят и люди из близлежащих домов. То есть это всегда очень красиво, всегда мы чтим вот эти традиции. Затем уже дети подрастая, у нас приходят в пятые классы, в шестые классы, у нас очень много мероприятий, связанных с краеведением и внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности очень много изучается. Вот с этого года у нас, например, в пятых классах есть такой предмет, как самарведение. То есть дети постепенно знакомятся с традициями, также посещают постоянно музеи. Ну и, конечно, наверное, таким вот самым ярким мероприятием, вот как раз Александр говорил тоже о любви к другим народам, о мирном существовании. У нас вот есть такое великолепное мероприятие. Каждый апрель мы проводим международные открытые славянские чтения, куда приезжают гости и из Болгарии, и из Белоруссии. И вот мы сами недавно, вот я была главой делегации, мы недавно вернулись из Гомеля, с ответным визитом ездили, на конференцию тоже. С большим удовольствием съездили, и дети были довольны, конечно, они там и выступили, смогли себя показать. И это тоже важная часть воспитания, когда к нам приезжают дети из других стран, наши дети также посещают Старый Загор, посещают Гомель. Они общаются с детьми, переписываются, узнают культуру других народов, впитывают ее с удовольствием. Наверное, это тоже часть именно патриотического воспитания. Они понимают, да, что моя родина, она уникальна, она хороша, но есть и другие страны, которые тоже такие же, как и наши. Вот как раз вопрос у меня был по другим странам. Вы изучали, может быть, как к теме патриотизма относятся в других странах, как они воспитывают в этом отношении своих детей? Потому что вот кто как проявляет, да, вот есть такие у нас национальности, как только там зазвучит определенная музыка, они буквально там едят, сидят или что, они могут там вскочить и все это продемонстрировать, как они любят, какая у них культура и так далее. Мы же никогда особо-то и не знаем, не умеем и не демонстрируем. Раньше, если кто-то пел там за столами, наши бабушки, дедушки и русские народные песни, сейчас уже никто и не помнит и не знает, что это такое. Ну, может быть, только вот ваше поколение, которое вы сейчас воспитываете. У нас дети поют, у нас фольклорный ансамбль есть в школе. Вот замечательно, вот то, чего мы отказались в какое-то время, что вот это как душилось, мне кажется, да, вот это вот не было вот востребовано. Сейчас это возрождается, это, конечно, очень приятно. Ну, вот, знаете, по поводу воспитания других, традицию других народов, вот как раз меня очень поразило, мы в Комеле встречались с представителем музея, и нам показывали национальные белорусские рушники. И вот как они там, до сих пор они вышивают, до сих пор, оказывается, во всех белорусских семьях ценятся, сохраняются там и бабушкины, и прабабушкины эти рушники, уже новые вышиваются. То есть это для них, это вот тоже часть культуры. Обязательно вот без этого они, без какой-то, без обращения к культуре предков, они себя тоже совершенно не мыслят. И вот знаете, меня еще что удивило, там, ну, почти все говорят там на русском языке, и мы, конечно, не испытали какого-то дискомфорта, даже когда с нами разговаривали на белорусском, в общем-то он достаточно близок к нашему. У них очень много в городе социальной рекламы. Социальной рекламы, призывающей говорить на мове, призывающей возвращаться к истокам, к родному языку. И вот знаете, наверное, это была бы великолепная идея и для нас. Вот такой, именно такой социальной рекламы, она очень незамысловатая, она не агрессивная, она не бросается в глаза, как бы вот так, не вызывает каких-то негативных эмоций, но при этом ты понимаешь, да, что здесь живут люди, которые ценят свою культуру, любят свою культуру. И вот рядом со мной сидела коллега с Украины, педагог из Украины, она тоже сказала, у меня тоже, у нас тоже, говорит, в домах у многих сохранились вот там вышитые бабушками полотенца. И вы знаете, мне на какой-то момент стало видно, что вот у меня дома, что у меня дома, к сожалению, нет таких вещей. Конечно, я там сохраняю какие-то вещи, какие-то там статуэтки, какие-то там что-то еще, какие-то памятные вещи, да, там чашечки, еще что-то. Но вот каких-то таких самобытных, культурных, вот именно вот часть народной культуры, к сожалению, вот нет. Нет, у вас есть сейчас возможность к этому вернуться и приучить детей вот к этим традициям. Целая вереница у нас вопросов, тут еще Александру. Проект Азбука Патриота будет работать дальше и в каких школах? И как вы отбираете школы для участия в проекте, действительно? Вот куда вы придете, как вы это? Сейчас мы отбирали в рамках городского проекта, только городские школы. То есть мы распространяли письма на именно директоров школ, вот, и получали, либо не получали согласия. Вот. Сейчас же мы готовим областной проект, областную Азбуку Патриота. И теперь мы будем рассылать и в районы губернии. Будем работать с школами и с деревенскими, и с малыми городами. Я считаю, что это достаточно важно. А вам как-то можно заявку подать? Вот если знать, что есть такой проект, да, вот Азбука Патриотизма. Конечно. Где вас найти можно? Можно просто набрать в интернете. Азбука Патриота, город Самара. Мы есть и на отдельном сайте, мы есть и в группе ВКонтакте. Там есть все контакты, конечно. Заходите, добавляйтесь. Будем только рады расширению наших кругов. Понятно. Вот следующий вопрос задает Людмила Петровна. Что такое патриотизм? Ради чего патриотизм нужен человеку? Сегодня у нас нет рабочих мест и, может, даже завтрашнего дня у молодежи. Как в такой ситуации поднимать патриотизм? Вот действительно, вот как ситуация в стране влияет на патриотизм? И должны ли мы вот на это ориентироваться? Вот плохо, и значит, и нет патриотизма. Как я уже сказал, патриот тот, кто остается и продолжает работать на благо своей родины, своей страны, патриотом которой он является и в плохие времена, ну и тем более, чтобы говорить про хорошее. Да. Вот вы согласны, Оксана Арнольдовна, с тем, что у молодежи нет завтрашнего дня? Вот так как вы работаете с молодежью, вот Людмила Петровна, у нее вот такая точка. Ну, вы знаете, я бы, наверное, не согласилась. Я вообще, когда при мне начинают ругать молодежи, говорить, что вот она сейчас такая плохая и так далее, без интересов, я бы не сказала. Вот, знаете, ну, может быть, мне всегда везет, то есть и с учениками, и со студентами. Но я смотрю в их глаза, я общаюсь с ними, я понимаю, сколько у них интересов, сколько у них возможностей впереди. И я понимаю, что, наверное, у нас есть будущее в лице наших детей, в лице наших младших. Оно есть. И вот, знаете, я тут согласна тоже с Александром, что надо любить свою Родину в любые моменты. Да, мы же не бросаем своих родителей, наоборот, к ним больше внимания, когда они больны, да. Вот. И с Родиной то же самое. Ну, как можно бросить Родину, когда она в тяжелой ситуации? И, знаете, я сразу вспоминаю, я люблю историю, хотя, как бы, по образованию не историк, но люблю историю. И я могу сказать, что я сразу вспоминаю и послевоенные годы, когда страна была разрушена абсолютно, вот, ну, вот вся наша страна, да, вот мы также приехали в Гомель, когда привезли по городу, нам сказали, а у нас город был разрушен почти полностью. Вот недавно мы с сыном ездили в Волгоград, да, и я всегда вообще поражаюсь. Я когда туда приезжаю, я говорю, вот, это памятник, наверное, тоже в определенной мере памятник патриотизму. Когда люди полуголодные, не хватало там действительно средств, не хватало элементарно хлеба в стране, но когда люди восстанавливали, когда они строили, и когда был построен вот этот мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, который, как бы, вопреки всему, он показал всему миру, что мы, в общем-то, не сдаемся, и мы готовы жить дальше, мы можем. Наверное, вот нам надо вот такие вещи иногда вспоминать, а как же гражданская война, как же вот 20-е годы, и нищета, и беспризорность, и тиф, но люди жили, и люди стремились, и пытались воспитывать, как бы, не только любовь к родине, но и вообще, как бы, вот, какой-то нравственный, культурный стержень. Я просто тоже недавно вспомнила, когда радио только стало появляться у нас в Советском тогда Союзе, только-только вот начали первое радио. Минутка, минутка осталась, да, очень коротко. Транслировали классическую музыку, воспитывали культуру, воспитывали любовь к классике, к культуре. Согласна с вами. И духовность тоже тема, о которой вы тоже, кстати, вот, наряду с патриотизмом говорите. Вот мы, к сожалению, не успеем развить эту тему. Вопрос только коротко, очень ответьте Ирина из Хворостянки, спрашивает, что вы и к нам можете доехать? Легко. Ну, конечно, если область нас поддержит, мы приедем и в Хворостянку. Да, то есть, как вы сказали, уже по области будете работать. Конечно, безусловно. В зависимости от предложений и направлений по школам. Да, да, да. Ваши предложения тоже. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам. И спасибо отдельное за то, что это было не пафосно, вот эта беседа. Как бы пафос был исключен. Это один из показателей того, что действительно патриотично. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!